Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иуба. И сегодня мы будем делать обзор 36 главы этой книги. Христианские экзегеты так описывают содержание этой главы. Друзья считали, что страдания Иуба были такими сильными и длительными, потому что он был нечестивым человеком. А Иллиуй считал, что страдания были посланы для его испытания, а продлены на том основании, что Иуб не смирился, оказавшись в беде и должным образом не приспособился к ней. Итак, что мы видим? Второй, четвертый стих, его Иллиуя как бы вступление. Далее идет описание методов, с помощью которых Божьи провидения воздействуют на людей, соответственно их поведению. Об этом с 5 по 15 стих. Далее честное предостережение и добрый совет с точки зрения Иллиуя, Иову, в связи со всем сказанным. 16 по 21 стих. И далее демонстрация Божьей верховной власти и всемогущества на разных примерах, образах. Иллиуй приводит их примеры при проявлении обычного провидения, а это является основанием, почему всем нам следует покориться Богу и методом его общения с нами. То есть даже в буднях мы можем найти свидетельство о том, что Бог управляет этим миром. Об этом с 22 по 33 стих. И первый стих данной главы. И продолжал Иллиуй и сказал. Кстати, мы можем предположить, что вот эти речи, они имели между собой значительные перерывы. Не так, чтобы это было подряд, тогда непонятно, почему, говорится, и продолжал Иллиуй, и опять сказал Иллиуй и так далее. Итак, его Иллиуя вступление со 2 по 4 стих. «Подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще что сказать за Бога». Иллиуя представляется, что он как бы защищает Бога. «Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость». То есть ему кажется, что Иов несправедливо относится к Богу. «Потому что слова мои точны, не ложь пред тобою, совершенной в познаниях». Вот так мыслит о себе Иллиуя, что все его слова точны, и он говорит Иову, «пред тобою, совершенной в познаниях». А это, в общем-то, молодой человек. В случае с Иллиуем мы знаем, что он говорит правильно, что он говорит неправильно, и главное, в чем его основная ошибка. В толковой православной Библии сказано, «Новые рассуждения Иллиуя заимствуются из отдаленной области, из действий Творца в истории человечества и природе». Тут имеется в виду, что он начинает как бы издалека рассуждать. По-еврейски это «ламерахок», то есть с самого начала как бы начинает свое рассуждение. «И отличаясь безусловной справедливостью, всецело соответствуют эти слова своему назначению оправдать Бога». Такое объяснение в толковой православной Библии. И далее с пятого по пятнадцатый описание методов, с помощью которых Божье проведение воздействует на людей, соответственно, их поведению. Потому что в соответствии с характером болезни Бог и врачует нас. И мы читаем с первого по двенадцатый стих. «Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца». То есть Бог, Он мощный, могущественный. И при этом Он не презирает сильного крепостью сердца, то есть человека, который крепится, несмотря на то, что... А кто такой человек в глазах Бога? Но Бог создал нас по образу своему. Он, то есть Бог, не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Воздать должное угнетенным – это какие-то их долги взять. О чем здесь говорится? Бог не поддерживает нечестивых в их нечестии и спрашивает, воздает должное угнетенным. Если они тоже в чем-то не правы. В этом смысле Бог нелицеприятен. Он не отвращает очей своих от праведников, то есть от тех, которые подчинились его воле, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются. В еврейской традиции считается, что Иов был царедворцем при египетском фараоне, тем самым фараоне, действие которого описывается в книге Исход. «Если же они окованы цепями, то есть если праведные, которые заслужили того, чтобы быть советниками царей и сидеть рядом с ними, если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то Он, то есть Господь, указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, то есть если праведный оказался в стесненных обстоятельствах, то можно предположить, что есть какая-то толика и его вины, и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия, то есть Бог нелицеприятен и к праведным. «Если послушают и будут служить Ему», то есть вернуться к Божьему закону, то проведут дни свои в благополучии или та свои в радости. «Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии». То есть праведный может оказаться неразумным человеком, хотя праведный – это заведомо мудрый человек, который безоговорочно перешел на сторону Бога, но через нечестие он может как бы оказаться в состоянии неразумия. Вот здесь мы читаем о том, что Бог как бы предлагает человеку, любому человеку, или служить Ему, или, если человек отступит от Бога, его ждет что-то ужасное. И здесь прямая аллюзия со словами из книги «Второзаконие», 30 глава, 19-20 стих, где сказано, «Восвидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле». И то, что мы прочитали здесь, «Если послушают и будут служить Ему, то есть Богу, то проведут дни свои в благополучие и лета свои в радости». Далее с 13 по 15 стих, «Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, то есть к Богу, когда он заключает их вузы». То есть лицемеры, они подпитывают гнев своего сердца, они питают, как бы выращивают его в себе и не взывают к Богу, когда он заключает их в стесненные обстоятельства, заключает их в вузы для того, чтобы они задумались, что что-то в их жизни не так. Поэтому душа их умирает в молодости и жизнь их с блудниками. Душа их умирает в молодости. Немножко непонятно, но я бы предложил такое объяснение. Они умирают для Бога еще в молодости. В детстве все имеют светлые души, молятся, поют псалмы перед Богом. А молодость – это начало злоключений, и они духовно умирают. И жизнь их с блудниками, то есть с теми, которые саморастлили себя. Он спасает, то есть Бог, Он спасает бедного от беды Его и в угнетении открывает ухо Его. То есть через угнетение Бог воспитывает бедного и дает ему какое-то наследание. И действительно, на что надеется бедному, как не на Бога? И благочестие веры усиливается у бедного человека, который угнетает. Далее идет честное предостережение и добрый совет Ивову в связи со всем сказанным. Это с 16 по 21. «И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нету стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком». То есть Бог готов из любого стесненного обстоятельства вывести нас и обеспечить нас сверх меры всем необходимым. «На стол твой было бы наполнено туком». «Поставляемое на стол твой было бы наполнено туком». Тук – это жир, то есть это избытки, которые мы можем иметь в Боге и с Богом. Это эфемизм. О Христе сказано, что Он принес жизнь и жизнь с избытком, то есть то, что мы имеем благодаря Богу, это сверх того, что мы ожидали. «Но ты преисполнен суждениями нечестивых», то есть ты заразил свой внутренний мир идеологией нечестия. «Суждения и осуждения близки, суждения и осуждения – что такое суждения?» Это рассуждение. И осуждение – это наше отношение неправильное к другим. Мы можем иметь суждение о любом человеке, но вот осуждение рядом с нашим личным суждением. Поэтому сказано, суждения и осуждения близки. О чем это? О том, что мы не имеем права выносить никому окончательный приговор. Например, если мы скажем о человеке, что этот мужчина выпивает, это наше суждение. А если мы скажем, что он хронический алкоголик, пьяница – это осуждение, то есть то, что запрещено. Но суждения и осуждения близки, лучше не говори ничего, чтобы не впасть именно в осуждение. Потому что осуждающий другого восхищает суд Божий, а суд принадлежит только ему. «Да не поразит тебя гнев Божий наказанием, большой выкуп не спасет тебя», то есть от Бога невозможно откупиться. «Даст ли он, то есть Бог, какую цену твоему богатству, то есть в глазах Бога, все наши богатства – это ничто? Нет. Ни золоту, ни какому сокровищу Бог не обращает на это внимания. «Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте». Ночь – это образ именно тяжелого времени. В понимании иудеев ночь – это время бесов, то есть когда их власть и господство. А день – это время Бога. «Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которой ты предпочел страданию». Вот здесь Илюй говорит правильно. «Не склоняйся к нечестию, которой ты предпочел страданию». То есть Иов как бы согласился со своим страданием, но не впал в нечестие, которым предлагала жена, когда она говорила «похули Бога и умри». Иов избрал страдание, когда сказал «Бог дал, Бог и взял». Толковая православная Библия уточняет, противополагая нечестию страдания, Илюй очевидно разумеет под первым, то есть под нечестием ропот на Бога, нетерпеливое перенесение бедствий, ввиду бесполезности, даже явного вреда от подобного настроения, он еще раз и советует Иову прекратить его, то есть нечестие даже в мыслях смириться перед правосудным Богом. Но в этом и ошибка Илюя это не правосудность то, что делает Бог с Иовом, это стремление Богу совершенствовать его. Далее Илюй как бы демонстрирует божественную верховную власть, наставив на том, что все должно покориться Богу. 22-й по 33-й стих, 22-й стих, «Бог высок могуществом Своим, и кто такой, как Он, наставник?» То есть Бог настолько высок и превознесен, что нам не с кем и не с чем сравнить его. Преподобный Ефрем Сирин пишет, «И ты, говорит он, конечно же, подвергся испытаниям в горниле исправления, но Бог действительно восставит тебя и возвратит к прежнему благосостоянию и достоинству». Итак, испытания посылаются с одной определенной конечной целью. Бог не испытывает нас в смысле экзаминации, чтобы поставить нам оценку. В глазах Бога мы абсолютно прозрачны, потому что наш первый вздох и наш последний выдох – это реальность в глазах Бога, который, как вездесущий, присутствует в каждом мгновении времени и в каждой точке пространства. Бог посылает испытания с одной целью – усовершенствовать нас. Авраам пережил десять испытаний в своей жизни, и он стал отцом всех верующих. Далее 23 стих и ниже кто укажет ему путь его, то есть кто укажет ему Богу путь его, кто может сказать «ты поступаешь несправедливо», то есть мы никакого упрека не можем бросить Богу. Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. Действительно есть дела Божьи, которые мы видим, но большая часть дел Божьих это то, что мы не видим. Все люди могут видеть их, то есть явные дела Бога, человек может усматривать их издали, а что это за дела? послание к римлянам 1 глава 20-21 стих первоверховный апостол Павел пишет «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимые, так что они безответны». Что значит безответны? Язычники не могут отрицать, что у этого мира есть творец. «Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце». То есть величие Бога открыто всем. И вот этот 21-й стих, здесь, кстати, говорится об античных извращенцах, и идолопоклонниках, но как они, познав Бога, не прославили его как Бога, а как они познали Бога? Все познают Бога как творца, когда смотрят на небо, смотрят на землю. Это реальность, в которой существуют люди, и во всех религиях так или иначе Бог представляется творцом. Поэтому эта часть познания Бога открыта всем. Далее мы читаем. Вот Бог велик, и мы не можем познать Его, то есть познать до конца. Число лет Его не следимо. Христианское богословие настаивает на том, что мы познаем Бога только в той мере, в какой можем вместить это познание. Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем, из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра Его? Протяжение облаков – это по небесному своду, а треск шатра Его – это когда гром гремит, а шатер – это небесный свод. Вот Он распространяет над Ним свет Свой, то есть над шатром небесным, и покрывает дно моря, то есть проницает все, и Вышнее, и Нижнее. Оттуда Он судит народы, дает пищу в изобилии, Он скрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней. Треск молнии – это гром. Скот даже чувствует происходящее. Тут как бы в упрек некоторым людям. Даже скот чувствует приближение дождя, бури, торнадо, землетрясение и так далее. А человек утратил природную чувствительность и не всегда настолько открыт к проявлениям божественной власти. Ишадад из Мерва пишет, «Слова он скрывает в дланях своих молнию, значит, что когда он желает, чтобы на землю падал дождь, он сгущает воздух словно руками и закрывает солнце облаками. А слова «и выйдет к ним, чтобы они смогли выйти навстречу ему», означают, что в тот же миг как веление его достигает творение его, они тут же выходят навстречу ему, то есть исполнение следует сразу за повелением. То есть есть чуткая часть творения, которая всегда реагирует на проявление божественного могущества, ну а есть дебелая часть творения, которая уже ни на что не реагирует. итак, мы сделали обзор 36-й главы книги Иова. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем делать обзор 37-й главы книги Иова. Постепенно, но уверенно, мы подходим к концу изучения этой удивительной таинственной книги. И я благодарю вас за ваши молитвы. Если долго не появляется какое-то толкование, объяснение, это сигнал для вас, что надо усилить молитвы, чтобы процесс продолжался далее. Таким образом, мы восполняем недостатки друг друга. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя в это тяжелое и смутное время. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова